В эфире Давыдов Индекс, программа, в которой мы говорим с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях Максим Руссо. Это совершенно фантастический человек, который знает про фесский диск, о котором я до встречи с ним, честно признаюсь вам, не знал практически ничего. Это мне напоминает такой CD-диск. Хотя, наверное, в чем-то похоже съесть, да, Максим? Фесский диск, это действительно диск, действительно с нанесенной информацией, он чуть крупнее, чем компакт-диск. То есть я был в чем-то про? Да. Он где-то 15-16 сантиметров, вот такой вот диск. Немножко неправильный круг формы. У него на обеих сторонах нанесены знаки. Что они означают, на каком языке эта запись, откуда эта письменность, до сих пор никто толком не понимает. Предлагались даже не десятки, а сотни вариантов его дешифровки, но, увы, они все не выдерживались. А как началась вообще эта история нашего? Диск нашли в 1908 году на раскопках на Крите в городе Фест. Это южное побережье Крита. Он грекам принадлежит? Он грекам принадлежит, его можно увидеть в музее Реклеона на Крите в археологическом, он в экспозиции. Можно увидеть, на выходе купить футболку с его изображением. У меня была, но вот поизносилась немножко, поэтому я ее сегодня не надел. И в этом городе Фест при раскопках древнего Фестского дворца итальянский археолог Луиджи Пернье нашел этот диск. С тех пор, с 2008 года уже прошло больше ста лет, никак не могут расшифровать надписи на диске. Он покрыт знаками, знаки располагаются по спирали на обеих сторонах. И до сих пор ученые даже не пришли к единому мнению, стоит ли эту спираль читать от края к центру или, наоборот, от центра к краю. Его пытались читать на разных языках, от греческого, хетского до такие экзотические любительские версии, буквально до русского языка. Но, опять же, успеха никакого не... А искусственный разум не помог? То есть, это пытались превратить в компьютерные программы? Еще даже до развития компьютеров был проведен статистический анализ надписи. Он принес определенные плоды. То есть, скорее всего, понятно, что эта письменность имеет слоговой тип по ассортименту знаков. Их всего разных знаков всего на диске 45. Вот. И... То есть, можно предположить, что 45 букв, да? Скорее, каждый знак обозначает какой-либо слог. Возможно, отдельные знаки, так называемые детерминативы, они обозначают, к какой смысловой области относится данное слово. В частности, там очень часто и знак, изображает он голову в профиль с таким панковским иракезом. Ученые называют знак «голова с гребнем». Вот. Скорее всего, это именно детерминатив, который, возможно, возможно, ставился перед именами. Основная проблема в том, что все-таки надпись очень короткая. Там 123, кажется, знака на стороне А. Ну что, это поздравление с днем рождения? И 119 на стороне Б. Очень мало материала для анализа. Может, открытка с днем рождения, по-моему. Отечественные двое ученых, Виталий Шеворошкин и Александр Кондратов, они предложили такой эксперимент. Не как серьезную расшифровку, а как пример. Предположим, что первый знак обозначает слог «ца». Ну почему не предположить? Предположили. Давайте предположим, что второй знак обозначает слог «ря». Предположили, получается «царя». Итак, они русские слова подобрали так, чтобы они точно соответствовали употребленным знакам, и получили текст «царя Миноса Веления», «царевичу Мишуве, сыну моря», «что-то там привезти груза в корабль», так полный диск они прочитали. Это демонстрирует то, что такой короткий текст допускает множество вольных интерпретаций. А почему не понравилась вот эта интерпретация? Ну, потому что все-таки русского языка за полторы тысячи лет до нашей эры еще не было. Серьезный исследователь, он не станет читать это по-русски, он возьмет, например, хетский язык, которым много известно, прочитана хетская клинопись, и он точно так же сможет подобрать хетские слоги, хетские слова, и получить хетские тексты. В принципе, это будет непротиворечиво, но это ничего не докажет. Кстати, все знаки изображают какие-то понятные вещи стоящего человека, женщину, пленника со связанными руками, животных. То есть, это, в принципе, все достаточно общеупотребительное. Ну, картинки узнаются, но какие чтения за ними стоят, естественно, непонятно. Когда это будет раскрыто? Есть какие-то прогнозы? Дает же ООН прогнозы на какие-то вещи? Раскрыто будет, когда откопают что-нибудь еще. А с чем можно сравнить? Когда объем имеющихся текстов возрастет хотя бы раза в три. Тогда уже будет возможен прогресс. А диск не может быть подделкой вообще? Как-то исследовали эту составную? Может. Периодически появляются сообщения скептиков, что вот что-то там не то, слишком уж он загадочный. В частности, в 2000-е годы такой исследователь, в основном он историк античного искусства, Джером Эйсенберг, высказал мнение, что Луиджи Пернье это все придумал и сам сделал этот диск, обжег его в печи с непонятными значками, потому что он завидовал Эвансу, открывшему кносскую цивилизацию, его замечательным находкам в Кносе. Но злая шутка такая, возможно вообще? Теоретически возможно, но с другой стороны, на мой взгляд, у Эйсенберг злоупотребляет своей репутацией неспровергателя авторитетов. Он очень часто пишет о том, что какие-то знаменитые археологические памятники на самом деле подделка, а серьезных доказательств, кроме подозрений, у него нет. То есть, да, диск не очень соответствует технологиям, которые в основном на Крите тогда имелись. Но еще не было ни одной публикации, когда, скажем, при помощи какого-либо термолюминесцентного датирования удалось определить возраст глины, и он соответствует началу 20 века, а вовсе не 1700 года до нашего. То есть, ни да, ни нет, нету. Да, вот. Эйсенберг попытался получить разрешение на термолюминесцентное датирование, на изучение диска. Музей в Ирклеоне ему отказал. Почему? Ну, во-первых, музеи не очень любят, когда... Вторгаются. Очень важные, очень популярные... Это главный экспонат, да? Да. В частности, археологический музей в Афинах не позволяет исследовать современными методами золотую маску Агамемнона, насчет которой есть тоже сомнения, что Шлиман мог ее изготовить пустарно сам. Во-вторых, я не очень в курсе термолюминесцентного метода, но, возможно, они боятся утратить артефакт, потому что при этом исследовании образец керамики разогревается до 500 градусов. А, может, ну, по крайней мере, он может как-то деформироваться. Он будет поврежден или что-то. Кусочек от него отколоть тоже никто не даст для этого исследования. В принципе, там нужно совсем немного. Если как-то смогут исследовать по методам газоразрушения, и на это пойдут хранители, то... Загадка заключается в двух вещах, да? Неожиданная находка или появление новых методов, которые позволят исследовать собственную структуру вещества, да? Датировать и... Есть забавное предположение, что это вообще никакая не надпись, а настольная игра на самом деле. Печать. В виде спирали дорожка, по которой ходили фишки, люди бросали кости, кубики, насколько выпадет очков, столько шагов делают по этим вот значкам. Вот. В древнем Египте... Симпатичная версия. Очень популярные игры, настольные, именно в виде спиральной дорожки, в виде такого змея, свернувшегося в кольцо, игроки начинали от хвоста и должны были дойти до головы. Мехен называлась египетская игра, точно ее правила неизвестны, потому что сохранились только сами изображения, сами вот эти игровые поля и изображения на барельефах, на фресках. А, ну то есть не было, да. Они сидят, играют. Правила неизвестны. Сейчас просто энтузиасты придумывают свои правила, как играть в Мехен. Вот. И поскольку форма очень напоминает спираль дисковая, то и, главное, вот эти значки так расположены, как поля, по которым можно ходить, и каждый из них чего-то значит. Вот. Хорошая версия. Есть такая вот гипотеза. Но статистический анализ распределения знаков и слов и частей слов все-таки говорит, что он очень хорошо совпадает с тем, как выглядел бы текст на каком-то языке записанный. Спасибо, Максим. У нас в гостях был Максим Руссо. Мы говорили про фестский диск и пришли к выводу, что надо подождать. Максим Руссо. Максим Руссо. Продолжение следует...